Продолжение следует... От идеи полностью показа его, так называемой, Аковской или военной трилогии первых его трех легендарных фильмов «Поколение», «Канал» и «Пепела Алмаз», сделанных во второй половине 50-х годов. В прошлый раз я говорил, что «Поколение» был первый полнометражный фильм, который был показан в Советском Союзе буквально через 9 месяцев после того, как его премьера прошла в Варшаве. Канал шел к нашему зрителю чуть дольше, но впервые его в России, в Советском Союзе увидели на Международном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, когда он получил специальную премию. И в этом же самом году этот фильм был отмечен специальным призом жюри Международного Каннского фестиваля вместе с другим замечательным фильмом «Седьмая печать Ингмара Бергмана». Именно с этого фильма, с фильма «Канал», снятого по повести Ежи Стефана Ставинского, начинается мировая слава Вайды. Все-таки фильм «Поколение» больше был известен только в Восточном Блоке, а «Канал» стал тем фильмом, с которого имя Вайды на протяжении 60 лет оставалось в орбите международных фестивалей, международной киномысли, кинокритики. Поэтому этот фильм особенный в творчестве Вайды и, по мнению очень многих, в том числе польских, отечественных исследователей, для его творчества 50-60-х годов остается чуть ли не лучшим. Два слова нужно сказать для тех, кто не владеет польским языком. О названии этого фильма уже так устоялась традиция, что на русский язык этот фильм переводится как «Канал». Конечно, если быть более точным, то этот фильм нужно перевести как «Канализация» или «Сточные каналы», потому что речь идет не просто о каналах, а о городской канализации, где и разворачивается все действие во время Варшавского восстания 1944 года, поднятого армией Краевой. Вот эти очень важные для польской истории разногласия между армией Краевой, которые, как вы, те, кто был на прошлом сеансе, или те, кто видел фильм «Поколение», наверное, знают, уже впервые намечены в этом фильме, они в гораздо большей степени будут присутствовать и в «Канале», и в «Пепле и Алмазе». Именно поэтому иногда эту трилогию, которую в нашей историографии, в советской, в российской, называют военной, в Польше называют Аковской трилогией, то есть А.К. – это «Армия Краева», первые две буквы. Армия Краева – это та армия, руководство, политическое руководство, которое было связано с польским правительством в эмиграции, которая находилась в Лондоне, а армия Людову была связана с коммунистическим движением, с рабочим, точнее сказать, движением, потому что, как известно, коммунистической партии в Польше не существовало, и она была, ну, говоря таким совсем простым языком, про советской. И в 1944 году, когда по решению в Лондоне было поднято Варшавское восстание, как известно, советские войска, которые стояли на противоположном берегу Вислы, не пришли на помощь этому восстанию. Почему это случилось? Есть разные точки зрения в историографии, есть те, которые поддерживает одна сторона, другая сторона, совместная комиссия советско-польская, а теперь российская, польско-историческая, пытается выработать какой-то общий подход к этим событиям, но вместе с тем это восстание, которое поднимает подпольная армия Краева в Варшаве в тот момент, когда на противоположном берегу Вислы стоит уже советская армия, и она не приходит на помощь этому восстанию, поэтому это восстание обречено изначально. Очень многие это понимали и тогда, об этом сегодня очень много свидетельств. И вот эта ситуация обреченности, ситуация существования в замкнутом канале, в котором происходит все действие, она является тем камертоном, который необходимо знать, почему я сейчас об этом говорю, для того, чтобы, может быть, в большей степени понимать смысл происходящего, хотя, наверное, и это абсолютно точно, этот фильм можно воспринимать и вне исторического, вне политического контекста. О том, как делался фильм, расскажет сам Вайда, я уже говорил, что у нас есть уникальная возможность к некоторым фильмам нашей программы перед самими фильмами показать Вайдовские монологи, которые были специально записаны для его телевизионной ретроспективы на ТВП «Культура» в 2014 году. И, к счастью для нас, обо всех трех фильмах военной трилогии есть эти вступления Вайды, поэтому перед началом фильма вы увидите самого Вайду, рассказывающего о том, как возникал замысел этого фильма, почему он его стал снимать, и почему, в конце концов, важно об этом рассказать широким зрителям, каким были польские зрители в 2014 году. Это программа специальная, которая в том числе для молодых польских зрителей, которые, мягко говоря, хуже знают Вайду. И поэтому для тех, кто может же не слишком знаком с творчеством Вайды, мы решили обязательно эти его прямые речи включить. А для тех, кто знает и кто не первый раз смотрит фильм, я думаю, будет просто приятно лишний раз увидеть и услышать спокойный и мудрый голос и взгляд Анжи Вайды.